Дисклеймер. Это видео создано исключительно в юмористических целях и не ставит себе задачи кого-то обидеть. Приятного просмотра. Пока вирус корона захватывает остальной мир в секретной лаборатории Юлии Неминской, при поддержке Елены Прокопенко искусственным образом синтезировался особый вирус – элита, который косит исключительно вышивальщиц. Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Это уже обычай, традиция. Эта история началась почти год назад из-за того, что одну музыкантшу не пустили на вышивальный Ютуб. Кто и по какой причине – непонятно. Именно с его появления в нашем учреждении и началась вся эта заваруха. Тогда она заколдовала слово «элита», посчитав ее своими обидчиками. И впредь все, кто произносит «элита», назначают себя либо элитными, либо самыми посредственными. Тот, чье имя я назову, выйдет вперед, и я надену ему на голову распределяющую шляпу. Будь ты блогером, чистокровным десятитысячником или маглом-недотысячником, главное отныне – не становиться элитой. И пока одни, как в страшном сне, вторят зрителю «только не слизерин», другие убеждают, что «анита» или их вышивальные подруги – и есть те самые, которых нельзя называть. Несколько лет назад один волшебник стал злым. Такое бывает. И звали его... И его звали... Может, напишешь его имя? Нет. Были, конечно, и эксперты, которые, вооружившись в Википедии, доказывали, что для социума нормально разделение. Ну что ж, умения разумных существ – муравьев и крыс. Это тоже считается нормой. Но человечеству не обязательно идти по этому пути. Животные четко разделяют окружающих на своих и чужих. Члены одной партии обитают на определенной территории, куда чужаки не допускаются. Не забудьте почитать в той же Википедии статью про социальные страты, где страты – это слои. Слово, взятое из геологии. И там бы и оставалось. Мы же больше поверим медицине, в которой только два разделения – на здоровых и больных. Я и сейчас считаю, что этот вирус – это чудо чудесное. Это чудо чудесное. Он чудесным образом снимает маски с блогеров, заставляя их являть свое истинное лицо. И в этом Елена Малышева бесконечно права. Уже сейчас из ответов на ТЭК можно выделить все – от человеческих грехов и пороков до серьезных психологических диагнозов. А вы что за мастер? А я не мастер. Я женастер. А также кормистер, уберастер и детей рожастер. А что же в итоге? В итоге сказка закончилась хорошо. Музыкантша получила свою корону вышивальной славы. Рукодельницы, открывшие ее, услышали живое исполнение фортепиано или пианино, или что у нее там. Изобретательницы вируса элита еще долго будут на слуху. Блогеры, кто во что гора скидались тем, чем наполнены. И только зрители стали той самой благородной элитой, которая молча наблюдала за происходящим и продолжала просто вышивать. А значит, делать этот мир чуточку красивее. Мне же этим видео хотелось показать, что не нужно терпеть три года, чтобы сложить свое мнение по тому или иному вопросу. В этой истории все победители. Субтитры создавал DimaTorzok